добрый день дорогие подписчики добрый день зрители youtube вы на канале технических решений энергомаги меня зовут александр сегодня рассмотрим вопрос как правильно подключать автоматический выключатель начнем с того какому контакту автоматического выключателя нужно подключать питание к верхнему контакту или к нижнему в интернете много споров и мнений по этому вопросу обычный модульный автоматический выключатель имеет два контакта неподвижный контакт сверху и подвижный внизу автомата если мы обратимся к нормативным документам то в правилах устройства электроустановок украины пункт 3.1.26 в нем сказано при одностороннем питании при подключении питающего проводника или кабеля провода к аппарату защиты необходимо производить подключение к неподвижным контактам то есть к верхним ни о каких других допустимых способах в украинских правилах информации нет в отличие например от пуэ российской федерации где этот пункт звучит так что подключение должно выполняться как правило к неподвижным контактам автомата то есть возможно подключение питающего кабеля к неподвижным нижним контактам у большинства производителей неподвижный контакт как раз находится сверху это видно в электрических схемах которые изображены на корпусе автоматических выключателей вот эта схема как видим неподвижный контакт сверху подвижный снизу на работу автомата совершенно не влияет с какой стороны к нему будет подключено питание сверху или снизу он будет работать правильно при любом подключении почему тогда правило требует подключение к неподвижному контакту подключение к верхнему неподвижному контакту нужно для того чтобы это правило стало общим для всех электриков фаза находится сверху и все знают что если отключить автомат на нижних клеммах напряжение будет отсутствовать идем дальше автоматический выключатель устанавливаем на один рейку в электрощит у каждого автомата есть внизу специальная пластиковая защелка ее необходимо отвести установить автомат на один рейку и нажать обратно до щелчка теперь переходим к подключению автомата для подключения используют провода жесткими и монолитными жилами или гибкими многожильными проводами сначала рассмотрим подключение к автомату монолитного провода берем провод и снимаем с него изоляцию на 1,5-2 сантиметра затем вставляем в зажимную клемму автомата и затягиваем винтом обеспечивая тем самым хороший надежный контакт здесь важно не совершить ошибку когда снят слишком малый отрезок изоляции на проводе при такой ошибке в клемму автомата при зажатии контакта автоматического выключателя попадает контакт не на такопроводящую жилу без изоляции а на изоляцию провода в результате плохой контакт который приведет либо к повреждению автомата от нагрева либо отсутствие света в квартире найти потом такую ошибку очень сложно и на это может уйти очень много времени так как визуально все автоматы в щитке целые и провода не повреждены а света в квартире нет поэтому подключение автомата должно быть выполнено правильно зачищенным проводом и ничего страшного если из клеммы автомата будет немного выглядывать провод без изоляции если необходимо подключить вам несколько автоматов в одном ряду от одного провода для этого используют соединительную вот такую шину или простыми словами гребенку для подключения однополюсных автоматов используют однофазную шину для трехполюсных автоматов трехфазную гребенку если шины под рукой нет можно сделать самодельные перемычки из монолитного провода для этого берем куски провода одинакового сечения а лучше сделать перемычку из цельного куска провода для этого не снимая изоляции делаем перемычку нужного размера под количество соединяемых автоматов затем снимаем изоляцию на длину полтора-два сантиметра и мы получаем неразрывную перемычку нужного нам размера если вы делаете перемычки из отдельных проводов то провода должны быть одинакового сечения никогда не соединяйте автоматы перемычками с разным сечением проводов а также нельзя подключать на одну клемму автомата провода разного сечения так как провод с большим сечением зажмется хорошо а провод с меньшим сечением будет болтаться и искрить в результате плохого контакта быстро оплавится изоляция провода и в результате сгорит автомат сейчас мы покажем эту ошибку попробуем подключить к одному автомату провода разного сечения например с сечением 4 и 2,5 квадратных мм вот вставляем клемму два провода затягиваем провод с сечением 4 квадрата держится крепко 2,5 квадрата болтается и вообще не затянулся и затянуть его крепко не получится теперь посмотрим как подключать к автомату многожильные провода часто при расключении электро щитов электрики используют гибкий многожильный провод тип такого провода ПВ им проще и удобнее работать однако основная ошибка которую при этом совершает при подключении таких многожильных проводов к автомату это подключение проводов без наконечников если подключать многожильный провод без наконечников то жилки провода передавливаются и обламываются это приводит к уменьшению сечения провода и к ухудшению контакта поэтому подключение многожильного провода необходимо осуществлять с помощью наконечников НШВИ наконечник одевается на многожильный провод и с помощью специальных пресс-клещей которые предназначены для опрессовки обжимается и мы получаем такой результат надежная опрессовка и в результате надежный контакт если необходимо в одной клемме автомата подключить два многожильных провода то применяются наконечники НШВИ 2 они отличаются от обычного наконечника для одного провода тем что имеют форму прямоугольника сюда удобно заводить два многожильных провода и они также обжимаются пресс-клещами с помощью таких наконечников удобно делать перемычки для групповых автоматов поэтому профессиональные электрики как правило используют такой способ для того чтобы сделать перемычки между автоматами но для этого необходимо иметь пресс-клещи еще я советую вам после подключения всех проводов в электрощите проверить надежно ли вы затянули все контакты в автоматических выключателях щита также рекомендую периодически один раз в год производить перетяжку всех контактов автоматов для того чтобы не было нагрева от плохого контакта ну вот и все надеюсь наше видео было для вас полезным если видео понравилось не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео в социальных сетях и среди своих знакомых и друзей если еще не подписаны подписывайтесь на наш канал для того чтобы регулярно получать новые интересные видео каждую неделю в воскресенье в 10 часов по киевскому времени оставайтесь подписчикам нашего канала становитесь подписчикам нашего канала на нашем канале будет не скучно на нашем канале будет интересно всего хорошего